Прошлое видео на канале было посвящено Бендерской крепости и монете с ее изображением. Ну а на противоположном берегу Днестра находятся остатки другого укрепления. Друзья, приветствую вас всех и каждого. Давайте расширим кругозор и узнаем побольше о Тираспольской или Срединой крепости. Ну и посмотрим на вторую монету из серии древней крепости на Днестре. Вторая русско-турецкая война 1787-1992 года завершилась подписанием Ясского мирного договора. По нему новая граница между Российской и Османской империями пролегла по Днестру. В связи с этим пришлось вернуть османам захваченные правобережные земли и вот эту Бендерскую крепость. А для защиты вновь приобретенных левобережных территорий, названных Очаковской землей, предстояло построить новые укрепления. Императрица Екатерина II в ноябре 1792-го поручила Александру Васильевичу Суворову осмотреть границы вновь приобретенных земель, чтобы понять, цитирую, каким образом он на их беспечность привести от неприятельского нападения. План разрабатывали Александр Васильевич Суворов и военный инженер Франц Павлович де Волан. Он был готов в январе 1793-го и тут же направлен в Санкт-Петербург, где одобрен, а строительство Террасвольской крепости началось 22 июня по старому или 6 июля по новому стилю того же года. События, связанные с постройкой крепости, показали Суворову не только талантливым полководцем, но и настоящим патриотом своей отчизны. Впрочем, в этом никто не сомневался. Дело в том, что Александр Васильевич не стал дожидаться, когда придут государственные ассигнования на постройку крепости. Вместо этого он лично занял у местного купечества 100 тысяч рублей и даже продал несколько собственных деревень. Когда императрица впоследствии узнала об этом, она с Лефой ему все возместила. Всего Суворов получил около 600 тысяч рублей. Вопреки проблемам с финансированием, нехватке строительных материалов и болезнями солдат, крепость была закончена за два года. Такая скорость строительства была связана с весьма вероятной возможностью начала новой русско-турецкой войны. В 1795-м Терраспольская крепость представляла из себя восьмиугольник с бастионами по углам и двумя полубастионами. А внутри располагалось три артиллерийских парка, казармы, конюшни, цейкаузы, пороховые погреба, дом коменданта, военный госпиталь и церковь Андрея Первозванного. Аверс монеты. В центре лицевой части герб непризнанной Приднестровско-Молдавской республики. Указаны наименование банка страны-эмитента, наверняка тоже непризнанного. Номинал монеты, год эмиссии. Приднестровский рубль, как валюта, появился 17 августа 1994-го. До этого на территории республики ходили советские, а затем российские рубли. Интересно, что в народе первые банкноты Приднестровья называли сувориками, потому что на них клеилась марка с изображением Александра Васильевича Суворова. Ну а эта монета была отчеканена 19 апреля 2021 года на Тираспольском монетном дворе. В крепости было трое ворот, а под ее стенами расположился город, в котором проживало уже две с половиной тысячи жителей. Из-за чего 27 января 1795-го Тирасполь получил статус уездного города Новороссийской губернии, а с 1803-го Херсонской. Но свою главную роль оборонительного сооружения Тираспольская крепость так и не сыграла. Возможно, будущую войну остановила скорость ее постройки. Третья русско-турецкая война закончилась подписанием Бухарестского мирного договора 1812 года. По нему новая граница Российской империи пролегла по реке Прот. Тираспольская крепость потеряла свое приграничное значение. 15 июля 1835 года она была официально упразднена. Правда, до этого в ней успел побывать в заключении декабрист Владимир Федосеевич Раевский, которого, по легенде, во время своего путешествия по Бессарабии посещал Александр Сергеевич Пушкин. Ну а в 20 веке у Тираспольской крепости мрачная история. Во время румынской оккупации здесь происходили массовые казни советских военнопленных. И сейчас на территории крепости есть братская могила, в которой находится более 800 останков жертв румынского террора. Сейчас от срединной крепости мало что осталось. Она сильно пострадала от жилой застройки в 70-80-х годах и 20 века. В настоящее время остатки крепости находятся на юго-западе современного Тирасполя. Реверс монеты. В его центре изображена Тираспольская крепость. Указаны ее название и год основания 1793. Приднестровско-Молдавская республика объявила о своей независимости от Молдавской Советской Социалистической Республики 2 сентября 1990 года. На данный момент ее признали Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах. Российская Федерация в этом списке отсутствует. Надеюсь пока. Характеристика монеты. Номинал 3 рубля. Страна-эмитент. Непризнанная Приднестровско-Молдавская республика. Материал сталь с никелевым покрытием. Качество чеканки обычное, uncirculated. Диаметр 24 мм. Вес 5,6 грамм. Тираж 5000. Гурт гладкий. Тираспольскую крепость можно увидеть и на других денежных знаках Приднестровья. Например на банкноте в 500 рублей или серебряной монете в 100 рублей 2006 года.